всем привет и давайте наверное мы сегодня в нашем небольшом уроке мы рассмотрим все таки что такое мотивация в предыдущем уроке мы с вами посмотрели что такое мотивация что такое стимуляция и давайте теперь вернемся к вопросу как правильно мотивировать ребенка сотрудника жену не знаю кого то еще может быть может быть даже любовника любовницу так вот мы рассмотрели с вами что мотивация это то зачем человек тянется мотиватор в отношении двух это человек который что-то задает ходит темп последствия которого другой человек может достигнуть своих целей цель-то не разные поэтому давайте кажется не правильно подбирать мотивацию самая лучшая мотивация это выяснить что для так скажем для мотивируемого ценно что это значит например для меня например если кто-то сделать на работе мотивацию на 120 человек и сделать мотивацию например спортивный зал моем случае эта мотивация будет действовать а вот например в случае там моей соседки девушки который сидит непонятно чем страдает в одноклассниках скорее всего и не будет задолженную мотивацию если например кому-то взять и например сделать мотивацию в виде похода не знаю там какую-нибудь в пивнушку может быть там для половины сотрудников это будет обалденная мотивация а для меня мотивация не будет как бы сейчас пиво отношусь очень так вот холодно и ко всему остальному алкоголю поэтому для меня такая большая мотивация например оплатить там полностью там всю кальян ну и так далее так далее так далее так далее для меня может быть это в принципе будет мотивация тоже мне нравится посидеть даже больше чем кальян а больше атмосфера в которую ты укунаешься а вот например для других человек который никогда не курит кальян для него это будет ненормальным и потом соответственно когда работодатель делает такую мотивацию он не поймет почему-то результат не меняется нету такого большого такого усилия чтобы человек приложил там вышел из зоны своего комфорта да и взял и стал зарабатывать больше поэтому как бы самое главное это нужно выяснить узнать какие у человека есть интересы если у него нет совсем интересов это жесть это просто попа так скажем тогда вам остается такая 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 серьезная задача вам нужно сделать потребность в том чтобы он захотел пойти куда-либо да поэтому давайте все таки рассмотрим как же это все правильно выяснить сам простой способ узнать у человека его ценности его вот то чтобы чему он будет стремиться ради чего готов свернуть горы это конечно же общение общение простой способ есть такой инструмент называется треугольник аро соответственно у треугольника все будут уголки да вот если мы посмотрим все будут уголки примерно одинаковые то ли каждый угол отвечает за такую узконаправленность есть например возьмем букву а это афинити это степень степень доверия так скажем совсем не научным языком р это реальность да и за соответственно о это общение так вот соответственно чтобы человек например захотел взять и полететь и например отдыхать на мальдивы ему нужно либо раз там побывать это будет реальность да он там побывал и он еще раз захотел соответственно сказали вот теперь кто лучше нас продается будет месяца тот полетит на мальдивы он с большим удовольствием возьмет и подорвется либо это соответственно он должен вам доверять это как раз афинити он должен вам доверять он знает что вы там были что вы не ставите цель его обмануть ну все в таком духе либо соответственно до общения можно просто про это очень долго говорить рассказывать показывать фотографии рассказывать как там все классно как там все хорошо и соответственно у человека возникнет такая потребность когда вы будете ставить например мотивацию там скидку там на поездку мальдивы или еще он с большим удовольствием примет участие в данном мероприятии но это мы посмотрели по работникам да какой второй еще инструмент второй инструмент как выяснить например то что нравится человеку и так далее это просто взять и провести анкетирование да из анкетирования можно задать такие вопросы например прям уже в цвет задавать вопросы что бы вы хотели видеть в нашей организации какие мотивационные акции какие мотивационные призы да как человек существует такое упрямое и любит не любит думать соответственно нужно ему даже подсказать дать вариант это поездка на море автомобиль пенал или еще что-нибудь ну вот вот так вот в общем я могу развеять тот миф многие из вас думают что чем ценнее приз тем сильнее у человека мотивация к нему я могу сказать со стопроцентной уверенностью что вы в этом ошибаетесь почему ну потому что я все через все это проходил когда у нас были мотивационные акции когда там разыгрывались там квартиры машины там поездки особо многих это не цепляло многие просто не верили в себя или еще что-нибудь не знаю просто не хотелось уходить в зону комфорта и могу здесь сказать то же самое если вы вспомните своих родителей вспомните свое детство и так далее вы можете вспомнить что например раньше там за будет там почетную грамоту человек реально творил страшные вещи он мог там перевыполнить перевыполнить там там трехмесячный план там за один месяц он мог там стать лучшим там учителем года он мог стать там не знаю еще кем-нибудь у него было именно вот из одной бумажки или например там я знаю раньше по молодости я бился по карате очень много там проводил боев главный приз был это пояс именной пояса какого-то там учителя понимаете и по сути поясом особой ценности не составлял но обладать той единственной вещью это просто было супер например когда будучи такси гост когда я увольнялся сделали такую мотивационную акцию как бы и между делами просто давали переходящий переходящий кубок забрендированный это тоже как очень хорошо влияет особенно кто занимался спортом он понимает что все эти денежные призы все эти подарки они ничто по сравнению с тем же самым губком с той же самым медалью который тебе очень тяжело досталось очень интересно поворачивает человек надо ладно поэтому как бы не зацикливайтесь на таких небольших подарках и вот все что с этим связано еще проще дело обстоит в семье все думают что дети там они замотивированы на не знаю там на игрушках на каких-то там на велосипедах на машинках все это чушь в большинстве случаев как бы взять даже того же самого ребенка ведущий вид деятельности у ребенка когда он рождается это общение потом он переходит в игру но общение это такой важный момент когда он всегда актуален поэтому например как бы сходить в парк с ребенком если он там что сделать тогда и тогда и так далее это очень дорого стоит но я вам серьезно говорю ребенок это оценит вы пойдете в парк с ним ему и даже не нужны эти аттракционы ему нужно то общение которое получит от вас как бы даже если вы дома с ним общаетесь там где сидите курсуточные где не работе все равно этот просто пройтись свежий воздух подожать опять же вспомните себя кто сейчас сколько ходит я не думаю что много ходит почему потому что много часа на машинах передвигается еще маршрутки появились которые останавливают там возле дома возле подъезда такси в конце концов который стал очень дешево его обесценили поэтому поэтому как бы гуляйте дарите общение общение еще раз повторюсь дорого стоит я скажу даже больше общение то же самое именно именно с сотрудниками именно общение например то же самое на работе тоже дорого стоит я вижу как многие стажеры хотят быть услышанными подходят к руководителю и как бы они не услышаны я понимаю почему это не услышаны потому что они пока никакой ценности не представляют поэтому я могу сказать как бы очень хорошая мотивация будет там не знаю ужин там еще с кем-то в ужин там с генеральным директором или в общем не буду перечислять потом у вас опять всякие пошлости в голову будут ходить поэтому не буду поэтому как бы но без мотивации очень тяжело работать нужно нужна мотивация и с мотивацией обычный результат гораздо выше мотивация мужик можно очень хорошо играть я помню благодаря тому что в еврости были такие хорошие мотивационные акции компания евразии смогла в то ли 2007 году то ли 2006 телефонов лайк примеру поэтому я могу сказать это очень того как классный инструмент как бы вытянуть вытянуть на первое ой на второе место по россии понимаете в ноке он на третьем месте была а флайи просто вытянули потому что была мотивация кто продавал флай там больше там зарплата была сейчас не страшно говорить больше всякие были мотивационные акции там мне например дали три машины за те же самые телефоны флай поэтому я могу сказать это очень классный инструмент главное именно мотивациями грамотно пользоваться грамотно пользоваться и еще такой момент сейчас я на последней минуте уже оглашу самое главное при мотивации когда вы придумываете не отступает правил потому что чаще всего мотивация переходит в игру а вот что такое игра мы с вами рассмотрим в следующем видеоролике пока